Обязательно покончили. Нет, сейчас. У меня время нет. Тихо, тихо, тихо. Я все закончил полностью. Тогда, когда ты делаешь. Сегодня же ты должен улучшить. Так, ты с нами вот здесь вот. Тюбки будут снимать. Не снимать, а снимать. Снимать на тренировке. Быстрее. Надя, иди сюда. Вот сюда, рядышком, стань. Стань, никого не говори. Вот туда, рядом, стань. Валя, отойди в сторону. Галя, вот сюда, стань-ка, рядышком. Снимай туда, с Юлей. А уже съемка-то началась? С Юлей. Сюда, стань-ка, уже, до стенки. Стрел, стел. Ева, стань, рядом, стел. А что ты делаешь? А что ты делаешь? Убки снимаю. Убки. Можно я в юбке оставлю. Можно я в юбке оставлю. Не надо меня снимать. Я погрызил. Я сам грызил. Это я вас специально поставил здесь. А ты выйди сюда. Кто? Ты сегодня стояла, за собой заходила, не смотрела. Посмотри, какой у тебя юбка. Гляди. И теперь посмотри, вот стоят сестры. Стоять-ка вот туда, волнитель. Ты поняла? Нет. Больше ничего не надо. Просто надо смотреть внимательно. Просто смотреть, и все. Вот они стоят. Вот она, крошка какая. А что не так? Вы в самом малом старайтесь быть точными, чтобы вам замещание не делали. Это наш называется дресс-код. А что не так, как на очки? Она сейчас пока увидела, я говорю. Что так? Может где-то Морису подзадралась? Ну можно. Может. Просто поправьте, дайте. Так, там я вас помню. Все, все, с дороги. Ой, все, тут клочья. Сина. 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 На середину ставь, все. Юля, сразу все. Так, это, слушай, я тебе сейчас дам. На. Подвигай. За медленные реакции. Так, ребятишек подвези сюда подвези. Надо показать. Я через порог с ним подвези. Полергологу, может, даже. Так, прыгай туда, вы мешаетесь мне. Да, включи. Вот. Так, маленькое вам получение будет. Можно нам, что-то? У меня в лагерь ребятишки приходят, которые ничего не знают, и поэтому учим их с нуля. Во время, когда молитесь, вот так пальцы не крутите, не грызите, пальцы не шевелите. А ты научись рот закрывать. Так и не приучилась. Просьте отдельно заметить. Пальцами отдирать что-то во время моления не надо. Ты устал. Выведите их, посидите. Это значит, когда ты шевелишь пальцами, у тебя ум в другом месте. Эти люди не могут сказать, что сейчас говорил учитель. Они не запоминают ничего. Пальцы так можно сложить, на груди можно опустить. То есть как-то, но пальцы с пальцами не соединяйте, не крутите. Понятно? Чтобы не отвлекаться. И в школе так себя ведите. Все. Проходите туда скорее. Так, Игорь, лучше поехать. Так, а почему? Царю небесный, утешителю души истины, И живи везде, и все исполняй сокровище благих, и жизнеподателю. Приди все лисявны, и очистены от всяких сверны, и спаси блаже души нашим. Батюшки, нет, я помолюсь. Отец наш Небесный, Господь и Бог, сотворивший нас и даровавший этот дивный день, мы просим благослови это собрание, чтобы здесь не было искания своего, но чтобы мы думали, как прославить Тебя еще Царство Небесное и правды Его. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Проходите, у нас сегодня сразу начали отпрашивать, встреча назначена в городе где-то, и они быстро-быстро-быстро. Так, объявление, значит, у нас следующий приезд мой будет 23 и 30, поэтому... А на 21 назначен конец мира, конец света. Ну, значит, я уже после буду, в другом, в другом свете. По этой причине исповедую. Значит, запомните, 23 и 30 будет воскресенье, накануне, в субботу, после вечернего богослужения будет Таинство Исповеди. Поэтому готовьтесь, еще не исповедовался, готовьтесь к Исповеди. Значит, 22 и 29. Вот это до Рождества последнее будет, я два раза подряд приеду. 23 и 30. Да. Значит, до Рождества будут там. Так, мне задали вопрос. Вопрос очень такой, скажем, да. Вот. Почему мы не соединяемся с Московской Патриархией? Мы молимся ежедневно о соединении церквей, а мы не соединяемся с ней. Вопрос такой. Во-первых, мы не разъединены никак. Канонически мы находимся в каноническом общении. Где? Валентина, где? Вот, Валентина. Переводи, скажи, какой вопрос. Я разбираю. С Московской Патриархией мы находимся в каноническом общении. Это что значит? Что у нас нет никаких против друга, друг друга, каких-то там догматических отклонений и прочее. Мы можем вместе совершать литургию. Я могу в ихнем краме, они могут прийти с нам. То есть имеем мы вместе служение. Это уже доказано. Мы вместе служили я с епископом. Ко мне в Потеряевку приглашал, приезжают батюшки. Меня приглашал романовский благочинный на Рождество Богородицы. Я у него там, с ним мы служили. То есть мы имеем каноническое общение. Здесь идет вопрос. Нужно ставить не соединение с Московской Патриархией. Почему мы не соединяемся с Максимом? С епископом Максимом. Потому что с церковью, с Московской Патриархией мы не разъединены канонически. А то, что здесь, это в прошлом году, в это время, в конце ноября, мы заранее хотели встретиться просто, побеседовать хотя бы с еписком, наладить маленькие какие-то контакты. Но они сделали это более, так скажем, уже дипломатично или как-то шире. Он пригласил нашего епископа тогда еще, Владыку Евтихия, себе. Ну и вот устроили такую встречу. Но встреча в самом начале пошла не так, как могла бы пойти. Хотя заранее было договорено, что будет запись на виде айдера. Но они бы спротивились этому епископу, не надо это, это вроде кагибистские замашки все записывать. Не надо этого и никак. Мы пошли 10 человек. Но у нас разделились. Игнатий Тихонович, еще четверо с ним ушли. Раз они отказываются, мы не будем. Но я не мог этого сделать, потому что епископ здесь это... Поэтому я хоть один, но я говорю, останусь здесь. Со мной остались еще четверо, пятеро остались со мной. Две сестры и два брата. Беседа побыла. Побеседовали. Они решили, что нужно создать рабочую группу. Чтобы как-то... Ну, какие есть несогласия, чтобы урегулировать. Несколько раз епископ, вы согласны? Мы говорим, да, мы согласны. Мы сразу пошли. Согласны мы, чтобы была такая рабочая группа. Против никто. Каждого из наших, кто были, каждого спросили, вы не против? Наши все, кто были братья, сестры, нет, мы не против. Все, вот. Заранее мы не знали, что это будет, поэтому договориться мы об этом не могли. Могли бы сказать, что батюшка там сказал. Мы не знали, что будет и как. Поэтому никто не договаривался. Сидели все в разных местах. Между собой даже не общались. Поэтому каждое мнение высказало свое мнение, непринужденное. Что да, мы согласны, чтобы была рабочая группа. Создали рабочую группу. Один раз встретились. У них. Один раз у нас. Но это было только ознакомительное, скажем так. Какие вопросы будем разбирать. И что знакомое. Третье. Все думали, что будет более такая уже, ну, рабочая беседа. Потеряевки. На День деревни я официально пригласил благочинных. Здесь секретаря, Войтовича, кто были из их, значит, рабочей группы. Пять священников. И епископу лично. Передали я приглашение. Написано, отпечатано от бумаги, заверенной печатью. Приглашаем на какой-то день. Я готовлюсь, чтобы встретить достойно епископа, как положено. Все. За день, за два, и секретарь звонит. Мы не будем. Почему? Ну, не будем, и все. Отказались. Ну, и все. Отказались, и никто не... Но одного они прислали с Мамонтова. Мамонтовский священник приехал. Ему, значит, указали. Вот уже накануне он такой, значит, это... У него там встреча назначена была. Все. В воскресенье какая-то у него там с кем-то должна быть беседа, встреча. Поэтому он приехал, когда в воскресенье отслужили, он быстро после службы сразу уехал. Я, говорит, мне неожиданно это сказали, чтобы я поехал. Я, говорит, не готовился к этому. У меня другое там назначено было. И все. И после этого на этом прекратились все рабочие встречи. Группы. То есть не с нашей стороны было, а с ихней прекратились. А всего-то только обиделись-то на что. Последняя, когда была встреча, там была в епархии. Секретарь меня спросил. Да, котец, я говорю, вы сейчас, вы соединяетесь с нами? Прямо. Я говорю, пока нет. Мы еще ничего не разрешили, вопросы никакие, с чего-то. Он раза три меня спросил. Я говорю, пока нет. Пока нет. Мы не против этого. Ну, пока нет. Мы еще ничего не разрешали, только встретились, как говорится, вместе пообедали и все. Нет. И вот на это сильно обидел. Как? Так вы не хотите с нами? Я не сказал, что не хочу. Я говорю, пока нет. Это все. Поэтому этот вопрос, почему мы не соединяемся, это неправильный вопрос заданный. Мы не разъединены. Это так. А должны только войти в эту епархию. Но как это будет и когда, то это... Придет время, значит, это будет. Если Господу угодно будет, и так будет. Когда мы в 89-м году шесть священнослужителей из Омской епархии сразу вышли. Причины были разные, но собрались все вкупе очень такие причины были серьезные. От меня было то, что епископ грозился, что если ты будешь там трехкратно крестить, я тебя лишу сана. Запрещу. За трехкратное крещение. Если вы будете собираться и беседовать с людьми, то есть после богослужения в храме, в воскресенье мы назначали, это раскол вы делаете в церкви. Сегодня в каждой церкви воскресная там церковь. А это был 89-й год. Я вас запрещу. Понимаете, какое было? Другие... У других епископов было такое, что... На епископа, что, как говорит апостол Павел, об этом говорит, стыдно и даже говорить. Открывать. Такие, значит, грехи. Вот сегодня этот епископ, он митрополит, он за штаты его отчислили уже. Вот. И совсем неблагоприятно. По нашим просьбе тогда, жалобе, можно сказать, была комиссия от Синода. Это может быть в то время, еще советское время, это может быть единственный случай, чтобы из патриархии по жалобам священников была комиссия. И комиссия была такая, что был, значит, в то время архиепископ. Гедеон Новосибирский и архиепископ Иоанн Куйбышевский. И впоследствии они стали митрополит Гедеон Ставропольский, а Иоанн митрополит Санкт-Петербургский, Ленинградский стал бы. Вот. Такая комиссия была. Ну, все они по одному с нами беседовали, общие, все, да, это так, митрополит Иоанн со мной говорит, да, это так, действительно, это не годится, это безобразие, мы, значит, с этим разбираться будем. Ну, и разобрались как. Они уехали, но все осталось и так. Но я уже ушел за штат, я был свободный. Он же секретарем был тогда Александр Пивоваров, такой, он меня просто принудил. Взял и не отпустил, пока не написал прошение уйти за штат, уходи за штат, иначе, говорит, плохо будет. Я написал прошение, и меня отчислили за штат. Я отца Михаила. Ну, за штат, то есть я вышел из епархии, могу уехать и в другую епархию куда-то, и там устроиться, в любую епархию. То есть уволился с этого, так скажем, предприятия и на другой момент. То есть свободно мне, без 33-й статьи. По-хорошему. По собственному желанию. Да, по собственному желанию уволился я и с правом перехода в любую епархию, куда я пожелаю. То есть за мной ничего нет, никаких там пресчений, в любую епархию, там как, приезжаешь, допустим, я приезжаю, Владыка, я хочу, он запрашивает в ту епархию, где я служил, личное дело. Что там в личном деле у меня там есть? Почему я ушел и что? Вот, поэтому были мы это. Но остальные, кто не успели уйти, и в тихий не успел, его, значит, запретили, запрещение попало, значит, других, кто там еще, там, сослал на север куда-то, то есть со всеми расправил он был. Вот почему был переход тогда, а потом уже случайно мы услышали, что есть зарубежная, подали прошение, приехали из-за границы, был Иларион тогда, епископ был, епископ Марк Берлинский. Было первое у нас совещание в Суздале, где мы получили уже официальный документ, что мы приняты в русско-православную зарубежную церковь. Переход, и ничего не изменилось, сегодня-то, в общем-то, тоже и самое, они подыскиваются, то есть каждый раз следят за много, трехкратное погружение, отец таким крестил, а как, а как до этого она была, где и что? То есть, особенно, это вот пример был с Тамарой, в клочках, которая умерла, сестра наша, Тамара. Они все, а как ты крестила, да как, она же была крещена, то есть, да я, говорит, не была, я, говорит, не помню даже, было что-то, было, мочили что-то у меня голову или нет, то есть не было ничего. Они на этом, ага, раз была, значит, ты попрала благодать, ее, значит, отлучают, там, запрещают ее, и так ее уже, она умирает, не причащают, не исповедуют. Только за что? Отрекись от трехкратного погружения в воду. Отрекись. То есть, ничего не изменилось, то же самое осталось. И как можно сегодня, ну, сегодня, если он завтра мне запретит, сказать, я запрещаю тебе трехкратное погружение, потому что нигде это не делается. А где-то делается, не знаю, где здесь делается, в Варнауле или нет, где-то. Но кого я спрашивал, кто? Никто еще мне не сказал, что где-то, что полным погружением крестили, а не того не встретил. Говорят, что есть, вроде бы, в Знаменском монастыре трестят. Ну, в Никольской, летом я вот видела сама. В Никольской нет. Я проехал много храмов, где убивают, заезжаем в храмы, и я спрашиваю везде, есть хорошая купель, построена в храме, в пределе. Не как у нас, сделано на каком возвышении, ступеньки, там все, поручи спускаются, там позолочено, очень хорошее. Я спрашиваю, говорю, а крестят? Ну, по желанию, кто желает? По желанию крестят, говорит, полным погружением. А так, говорит, нет. И в этом во многих местах, так. То есть, по желанию. Кто желает, того покрестят еще. Если сильно просить, будет. Ну, вот так. Поэтому этот вопрос, то, что молимся мы о соединении церквей, да, это пожелание нас, чтобы была единая православная церковь. Но мы молимся, но не знаем, когда это время придет. Мы обязаны об этом молиться. Господь, может быть, объединить только нас тогда, когда, как говорится, когда в лагере особого назначения люди сидели, то там Господь объединял всех. Я слышал, как рассказывал один такой узник, что стоял, говорит, тебя в молиции. Православный, там старобрядец. А сзади, говорит, пристраивались ко мне, говорит, и католик, и лютеранин, и баптист. То есть молились все вместе. Может быть, для нас наступит такое время, когда, то тогда уже объединит Господь нас всех. А сейчас, видите, они просто человеческие амбиции делают. А кто будет главным? Объединиться, значит, если... А кто будет старше? То есть борьба за власть. Там еще что-то такое. То есть человеческое. Ну, вот так вот. Ко мне какие вопросы? Нет. Нет. Батюшка, вы не знаете батюшка Сергея Холодкова из Московской Патриархии? Нет, не знаю. Не знаю. Тогда, батюшка, я озвучу еще раз. Ну, подожди, может, вопросы какие еще есть? Постой, не торопитесь. Еще ко мне, какие вопросы? Я уже занимаюсь. Николая Пальгуева нет. Почему сегодня? На работе. На работе. Он в прошлый раз поднимал вопрос, и говорит, ты тогда батюшке озвучишь, но я за него скажу. Почему мы не заботимся, что был священник? Еще. Мы давно молимся. Я молюсь, говорю. Нет, надо собрать денег, там по 50, там сколько тысяч, отправить человека к Илариону, и он там нам рукоположит. Ну, кто поедет, того и рукоположит. Или как-то. Я говорю, ты занялся этим делом? Доводи до конца. Батюшка, вопрос услышал ты. Ответь. Что? Реально это или нереально, или это из области фантастики? Мы пробовали, чтобы премия сделать священника, но не получилось. Два дьякона, и из одного ничего не получилось. Скажут, что ко мне упрямо, батюшка не хочет сделать. Хотели, но не получилось. Видите, один туда ушел, один другое остановило. Что это? Кто в этом виноват? Ну, можно сказать, что батюшка так это сделали, Игнатий Тихонович так намолился, чтобы так не было. Чтобы одно случилось, а у другого другое. Но из этого мы рассмолимся, что Господь будет в воле этого, видим, что нет пока. Почему так Господь поступил? Ведь совсем случаи-то очень такие, необыкновенные, неординарные случаи у одного и другого дьякона. То, что собрать там что-то и послать кого-то к Илариону, ну, понимаете что? Сейчас мы еще не знаем, как они, что, ответа от Илариона нет никакого. Иларион на это пока не пойдет. Я в этом более чем уверен. Почему? Потому что ему зачем ссориться? Из-за этого, может, есть каноны. А так как они уже, как мы бы находимся уже вроде бы на территории Московской, Патриархии, если он здесь рукоположит, то ему это грозит прещением, уже по канонам, что он на чужой территории, для чужой территории рукоположил священника. Это уже, как бы, будет расследоваться, как раскол. А Илариону зачем с Патриархом ссориться там, или из-за кого-то там, из-за нас, это совсем не реально. Когда мы получим уже ответ, сейчас вот я пошлю Илариону наши приходские протоколы собраний, пошлю ему и приписочку сделаем. То есть мы дадим знать, что мы еще его пока, этим самым, покажем, что отчет делаем ему. Вот. Дальше будет видно, что, как и что будет. Если священника нужно, священника просто обратиться к Максиму, Максиму рукоположить, своего пошлет кого-то, да у него есть на руках, он другого пошлет. Все. Вопрос решится. Это фактически согласится за то, что внутри нас будет тот, кто пожелает только одного, уничтожить нас. У него главной задачи не будет, если откуда, не наш священник, а от Максима. У Кочеткова, помните, как у него все случилось? Да. Так. А теперь, допустим, если наш человек поехал и скажет, ну я с Санкт-Франциской епархией прописался, там бы решил, он его может только положить? Ну. На своей территории. Но если там он будет жить, конечно. Не будет жить. Он только прописался, через средня выписывается, уехал. Ну это не так просто прописать. Конечно, нельзя прописать. У нас даже прописать здесь, то это не так. Там нет такого прописания, ты должен только пять лет. Через пять лет, значит, подаешь, там даже приехал, ты там должно, как говорится, зеленая карта какая-то дается, что на временное проживание дается, на временное жительство. Но это должны какие-то причины. Или ты на работу устраиваешься, или на учебу, или женился. Это для власти, а для епархии, для рукоположения, разве это есть препятствия? Ну он, если будет прописка у него сейчас будет российская, он российский гражданин или нет? Еще вариант такой. Приехал к нам человек из Австралии, он священник. Он говорит, я могу к вам приехать. Он от Илариона приехал. Мы его можем принять, священникам? Можем, конечно. Вот это один из вариантов, который лучше. Мы можем любого принять, который... Это лучший вариант. То есть, если бы нашего человека, которого здесь мы можем... Максим, рука положи, но он никогда не пойдет. Нет, никогда. Он только своего пошлет. Такого, который через день сделает то, что мы через 10 лет здесь сможем даже осмыслить. Ну что вы так плохо думаете? Да мы думаем нормально. А мы с ними встречались. Мы сейчас в интернете видим, что они делают. Ну, интернет. Интернет это... Специально прислали. Кемерская ипарька. Какой-то от монастыря. Михаил сейчас пишет. Он что? И это мои звенящие кедры. И там Анастасия, и Белая Братца, и Сарёна. Все на нас слепил. Ему дали задание проверить. Он ничего не считал даже. Все, что только он слышал, когда слухом, ухом, брюхом. Он все подгреб. Это вы такие есть. Все. Ну, может быть, не все такие, как этот. А сколько мы проехали, других пока не было. Ну, не надо. Вы ему рассказывали, что где-то вас хорошо встречали. Фотографии даже батюшки встречают. А в обнимку там стоите, говорите, нигде не было. Как только напомнили книги сдать, он к вечеру говорит, я сжигаю, забери. Мы встречали хорошо и с печатью бумага, что не повредит книге. А через 4 часа ему только нажали, все. Как будто никогда не было. Это самое страшное. В одном месте, там в других-то местах и так же не было. В других местах вы сколько распространяли. Что вы же так обижаетесь-то на это? Да. Так, у меня еще какие вопросы есть? Так, слушаю. Помните, отец Сергий сказал, посылайте к нам тогда людей ваших, и мы в семинарии будем готовить ваших людей. Ну, пожалуйста. Это было до того года, до того года, до того года. Ну, во время нашей встречи, пожалуйста. Во время встречи, когда вот это... Да, 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 это было до того года, как Игнатий Кузьминский. В первом московской патриархии принято решение, что без семинарского образования, то есть не рукополагать. Ну, это всегда было так. Но все равно рукополагали. Рукополагали, это... Правило-то оно не каноническое, а местное такое правило. Возьмите на них, пожалуйста. Ну, я скажу, надо усердно молиться, и Господь сам пошлет. Ну, об этом поговорили, Валентина Павловна. Об этом поговорили. А то вот того, кого... Так, еще ко мне есть какие? Никого еще пока ничего не говорим. Вопросы? Спасибо. Батюшка, а вот занятие по Слову Божию нужно как-то тоже, чтобы был рукоположен человек? Или это может быть мирянин простой делать? В чем здесь рукоположен? Нет, это не священное действие. Священное действие словом. Для священное действия словом не надо рукоположение. У нас это только в храме, что может говорить проповедь читателей, что чтец, благословенный чтец, рукоположенный владыка. Все. Это не священное действие. А так, пожалуйста, проводи занятия. Тебе дано право благовествовать, это благовестие. Дело в том, что я пошел в библиотеку, договорился с заведующей. Она предоставляет аудиторию для этих занятий. Ну, мне там рядом с домом. Она говорит, ну, вы, как с московской патриархией? Я говорю, ну, я с батюшкой посоветуюсь. С батюшкой посоветовалась как раз вот Сергей Холодков. Потом она мне звонит, говорит, позвоните ему. Ну, я думаю, ну, позвоню. Звоню ему, батюшка, благословляйте занятия по Слову Божию вести. Да вы понимаете, что я такое благословение? Да как я могу? Да вы что? Вы умеете или нет? Я говорю, а что и как? А кто там будет собираться? А кто вы? Я вас не знаю, говорю, батюшка, ну, я тоже вас не знаю. Ну, вот, я говорю, а зачем, какие, говорю, у вас отношения с библиотекарем? Почему она вот так вот именно повела-то себя, что вот через вас? Благословляйте, говорю. Она говорит, нет, нет, я не могу. Потом вот помолчал, помолчал, говорит, ну, к благочинному. Если благочинный благословить, то я тогда возьму на себя благословительство. Благочинный кто? Узнал? Не узнал там дальше. Ну, а вы спросите, кто благочинный? Да, конечно. А сейчас уже не Максим благочинный? Максим правич Архирей. Благочинный может быть здесь или Войтович, или другой. Нету никакой-то Сергии. Они здесь разведены как-то по округам, они вокруг, так, в Север, восточный, западный, там, это разделены. Разделены, благочинные, это просто священниками, старший священник, там, это благочинный. По району города, что ли? Ну, ладно, все, еще ко мне какие есть вопросы. У нас нет, мы в кого-то. Нет, все, тогда. Никому ничего не нужно? Все, все проводили. Спасибо. Спасибо. Не знаю, где-то. И вытащите, самое главное. Так, я попрошу, Нина Шар, куда сейчас считать будет, а? Вы знаете, что летом была у нас благовестническая поездка. Так, Игорь, маячим иди хорошо. Здрасте. Здрасте. Мне сейчас батюшка много. Здрасте, переводи. Да, уже расскажешь. На, читай. Кто-нибудь там... Я сегодня принес благодарность всем, кто ездил. Слушайте внимательно. Поближе, пожалуйста, подойди. Весьмук, ну ладно. Нет, слушайте. Давай. Крестово-Звежевская община. Престольный праздник 14-27 сентября. Благодарность Попкову Сергею за его участие в 11 наших миссионерских поездках по России в 2012 году в течение трех месяцев и одной недели, начиная с 17 июня от Москвы до Владивостока и Порца Находки. Сергей не был только в последней поездке в Находку. Более его проехали только руководитель и Сергеев, пес восточной европейской породы, ураган. Это немецкая гнатика. Урагану тоже благодарность за его чуткость и охрану. При его бдительном состоянии, отменному слуху и нюху мы могли полноценно без тревоги отдыхать. Он мне весьма симпатичен и дорог, так как в отсутствии Сергея я был для него хозяином, и он за эту поездку даже поправился. Сергей же занимался с навигатором, хотя этот еще далекий от совершенства прибор довольно часто нас обманывал и многого не мог показать вообще. И Сергей звонил с дороги заранее в библиотеки и договорился о встрече с ними. Сергею, как и его подопечному урагану, не отказанно и на следующий год быть участником наших поездок. Начальник миссии и староста общины Лапкин Игнатий Тихонович. Ротерей Лапкин и Аким Тихонович. Так, Сергей, в рамочку, там в своем клубе собаководства, покажи, у кого есть такая собака, которая, скажи, упалась в московских прудах, храмовых и в Японском море. Дальше. Я сейчас по порядку буду говорить. Второе у нас снимает Володя Пащенко. На минутку мы у него возьмем руки, покажи его. Вот, почитай ему. Он все время снимает. Наведи, наверное. Вот это вот и все. Шапка такая же. Ну вот, благодарность. Да, благодарность Пащенко Владимиру, что согласился быть поваром в наших миссионерских поездках и вести видеосъемку. Поездки были успешными, мы вернулись живые. Ротерей Иаким Лапкин, староста Крестожинской общины Игнатий Лапкин. Так, передаю тебе. Можешь заснять его. Спасибо, Христос. Теперь по порядку. Слушайте внимательно. И кто там был, молиться будете за них. Благодарность такого содержания, кручение Николаю. Прошу передать. Вон туда, в угол. Дальше. Спасибо, Христос. Кто с нами как ездил? Третьякова и Игоря. Печать одна не получилась, получилось две печати тебе. Видишь как? У нас новая печать, я еще не знал, как хлопать надо. Ну-ка, прочитай сам. Содержание. Третьякова и Игоря, что согласился быть шофером в наших миссионерских поездках. Поездки были успешными, мы вернулись живые. Благодарность. Больше ничего особенного нет в этом. Дальше. Что у меня тут есть? Две благодарности я отправил в Потеряевку. Два шофера было. Блата Савченко, Виктор Николаевич и Устинов Андреев Владимирович. И вот благодарность. Прочитай вслух. Попову Вадиму, что согласился быть шофером в нашей поездке во Владивосток и в Порт-Напотку. И в другие города на этом пути и районный центр. Поездка была успешной. Мы вернулись живые староста и батюшка. Так, передайте, пожалуйста, Вадим. Благодарны и всегда будем молиться. Так, и Бауар. Точно такая же. Одинаковая. За поездку сохраните. Не сгибайте, не перегибайте. Это вам, говорят, и детям потом будете показывать. Ну, кто ездил только. А тут помогали еще Николай Пальгуев. Очень много помогал в ремонте машины. Свои сестры. Раскладывали книги, приходили. Всех не перечислишь, сколько было. Вы знаете, это перед Богом. И вот несколько новых таких моментов, которые у нас за эту неделю случилось. У Надежды Васильевны, вон, к концу идет ремонт. И поэтому она, что у нее здесь было, она перетащила туда. А мы вчера новые матрасы принесли. У нас получается два общежития сейчас. Женское и мужское, как было раньше. Я с тобой, с этой комнатой переиграю молодость мою. Поэтому, сестры, я уж не знаю, постоянно как, а уж в субботу-воскресенье, милости просим. Вам не надо будет по городу идти, а утром рано возвращаться. Там есть где. Там тепло. Там отремонтировали, заходят и не узнают, будто бы это другие совсем комнаты. Вы зайдите, посмотрите. Каждый день почему-то приезжают. Ну, наверное, каждый день. Татьяна Дмуха, Петеримова. Повернись-ка хоть туда. Ну, встань, Володя, ты дай я тебе покажу. Поднимись, пожалуйста. Труженица наша с работы бежит. Верочку за собой тащит. Нина Желнерова. Тоже, похоже, каждый день там. На остальных, кого я не видел, приходят там работать. Ее отец, Анатолий Кузьмич Петеримов, электроповодкой занимался много дней. После работы приходил. Ну, там все сделано так, что я говорю, даром не надо туда переходить. А как они заиграли, что? И шторки там. Все, все переменяют. Так что, братьев, у кого есть желание в субботу не выезжать, милости просим, в нашей этой стороне, где я живу, мы тоже сейчас кровать уже заправляем, лишнее убираем. Ну, я могу, может быть, шесть человек. Это не два. Кальмаев приезжает 22-го, 23-го уезжает Михаил с Тимиртау. Так что, я о чем говорю, вы себе маленькие зарубки делаете. Как в пятницу Робинзон делал, чтобы помнить. Молиться о том, молиться об этом. Значит, с ночевкой. Это зависит только от вас. Теперь у нас должны быть люди, ну, конечно, мы ознакомим вас с правилами, какие правила, правила очень простые. То, что заходите здесь, никого из посторонних не приводить. Шторки должны быть закрыты. Комнату не открытой не оставлять, сверху хотя бы палочку поставить. Вот вчера вечером, видели, к нам приходил человек один. Видели, я ему новый завет, он за новым заветом пришел. Никакой тайны здесь нет. Он звонил по телефону. Как новый завет достать? Ваши люди не выходят в драмтеатр с книгами продавали? Я говорю, нет, не выходят. Я хожу, а их нет. Как тебя звать-то? Александр. А голос знакомый. Я говорю, фамилия-то как? Кочетков. Ага. Он одно время ходил на занятия, потом бороду сбрил. Ну, бороду сбрил, значит, это уже ушел от нас человек. Он не член, никогда не был ни заявлений, не подавал. Просто хорошее отношение. И вот вдруг его прищущила, как говорят, болезнь. И он мне звонит. Я прошу прощения у вас. Я так виновен. Я говорю, вообще с тобой отношений никаких не было. Ты приходил на занятия и уходил? Да нет, вы не знаете. Еще раньше, в 70-е годы, я к вам приходил. Ну, приходил. Так я же был сотрудник КГБ. Завербованное имя. Я специально вам был подосланный. Я каждое воскресенье давал отчет, что у вас делается. Понятно? Я умираю. Я умираю просто. Я говорю, ты вызовешь священника, Кокасия. Передо мной ты не виновен. Ты ущерба мне не нанес. Меня арестовали. Два года тебя уже не было, меня арестовали потом. Потом через пять лет меня снова посадили. Я не виновен. Нет, я виновен. Я понимаете, вы мне доверяли так. Я пил, ел у вас. Я ходил и доказывал. Какой же я человек. Он такое покаяние прям искренне. Я говорю, ладно. Саша, расскажи, что ты мог рассказывать? Ну, что занятия идут. Так мы открыто вели занятия. Это все знали. У меня на дому шли занятия. Три раза в неделю, по два часа. У нас столько народу было, там не вместишься. Ну, еще что. Ну, у вас, что с вами сестра ваша была. Так она работала на аппаратурном заводе. Она прописана. Живет у меня на квартире. Ну, занятия никакой ты не вынес. Потому что мы не таились. Открыто все было. Успокойся. Спокойно, я говорю, помирай. А он остался жив и вчера пришел за Новым Заветом. За Новым Заветом. Все тут по книгам смотрел. И он прицелился ко всем. Видать, на работу идет отборником. И прочее. Видите, какие бывают встречи. Мы не знаем, где что, как аукнется. Вот сейчас гонения какие-то. Это все пройдет. Выставили в интернете один ролик, как монахи сжигают книги Осипова Алексея Ильича. А он самый старейший профессор Московской Духовной Академии. Там тысячи у него священников через него, которые будущие священники. И сейчас интернет наполнен, что об этом говорит Смирнов Дмитрий, Кураев, то есть самые известные люди и другие священники от монастыря и прочее. Я это все выставил на моем форуме, прям в первой странице, вторая и третья строчка. Написано, кто не занимается Словом Божиим, легко делается манкуртом. Вы это слово понимаете, что такое манкурт? Ну кто, поднимите руку. Кто может объяснить, что такое слово манкурт? Ну немного, я коротко объясню. Это слово прижилось в русском языке, и родоначальниками его является писатель Киргизии Чингиз Айтматов. Написал он Буран и Полустанок. И рассказал такую повесть, которая как раньше была. Допустим, захватили в плен многих молодых юношей борцов. И вот этот местный, который князь, он отбирает из них 300 человек. Наголо бреет их и бреет каждый день и несколько раз. А после этого убивают верблюда, и самая толстая шкура у верблюда на шее. Эту сырую шкуру натягивают ему на эту голову, привязывают, а руки-ноги в колодки и вывозят их там, где в пустыню. И там оставляют ни пить и ни есть. Они там все в моче, в дерьме погибают. Ну из 300 человек, допустим, 50, может быть, останутся живые, или 30. Но в это время волос растет, и волос проходит через это, и эта шапочка перерастает к нему. С мозгов растет. И он теперь ничего не знает. Для него прошлого нет, только настоящее. Его накормили, сказали, это пастухи. Самые лучшие. Он никого не подпустит. Он зарядку дает. Кто бы ни пришел, ты должен убить, а меня ты знай. Но одного нашла мать, и она стала к нему ходить. И доказать, я мать твоя, я родила тебя. Он не может никак войти в то состояние. А хозяин узнал, когда она придет, она не мать, ты убей ее. Ну вот и все. И вот люди советские, которым вот эта идеология проросла через мозги, вот эту коммунистическую марксизм, блин, шапочку надела, это манкурты. Эти манкурты сегодня в церкви. И мы ипархии больше ничего, ипархии, они запарились с этими ипархиями. У нас нет объединений, и не будет никогда. Дело не в том, что они хорошие законы примут в ипархии, в патриархии нет. Повторяю, зарубежная церковь, русская православная, она опасалась не то, что они сергианцы. Сергианцы это предательство с властями соединения. Это вот что. Это еще как-то может отойти. Это коммунизм, когда они все вместе молятся, нарушают каноны. Главное, что они не держат слово. Вот батюшка сейчас рассказывал. Договорились. Еще перед встречей в ипархии, я еще раз позвонил, или они мне позвонили. У вас еще не изменилось? Я говорю, у вас нет. Я говорю, договорились. Видео, аудио, записи, все делается. Да, 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 фотографии. Мы, говорит, сами это будем делать. А уже когда вы пришли, уже за столом два епископа, они ставят перед пактом. Ну, вы тут решили. Как вы решили? Да мы же корреспондентов призвали. У нас видео будет идти. Ну, а зачем это? Что мы, КГБ какую-то? Такую ерунду понес епископ-то. И я тогда встал и ушел. Я вижу, что бесполезно разговаривают. Но на следующую встречу, они уже пришли со своей аппаратурой, сами снимали все. И у них в ипархии была встреча. Тут же от них пришел человек от нас. У нас были с Алтайской правды. Был Воловуев там. То есть очень хороший. Ну, все это в интернете стоит. Никакого вреда в этом не может быть. Потому что мы ничего не штрихуем там. Ничего мы не лоск не наводим. Как было? Ни одного слова мы не добавляем. Просто, говорю, встреча в ипархии. И как она проходила. Там, кто что говорил, уже добавки сделать нельзя. А когда первый раз было, там любой может. Ну, у нас сидели сестры. Они разрешили записывать. Но записать-то не успевают все. Поэтому мы соединяли записи нескольких человек. А кто-то не записывал еще на память. И кое-кое как мы... Ну, конечно, не на 100%. На 100% это аудио и видео. Особенно видео. Поэтому мы им не верим. И верить не можем. И вот они сейчас на профессора Осипова. Там, как выступает. Ну, одни говорят, еретик там и прочее сжигать надо. Следующие. Говорят, да я Смирнов, я с ним знаком, хорошее отношение. Что я могу сказать? Да не об этом речь. Речь идет о содержании книг. Они говорят, объявлять его еретиком и псевдоправославным. Надо собирать там, чтобы сенот, были священники. Чего я прошу на мои книги. Я вчера зарядил Осипов. Сожжение книг. Там весь интернет заполнено. Я зарядил. Сожжение книг. Лапкин. Ни одной нету. Просто ни одного материала не появилось. Нигде нету. Но это может быть впереди, а может быть завтра. А кто-то сжег, если... Но он просто не вышел в интернет. А один в церковь вышел и сказал, я... Тепло, братья и сестры. Это Гребенюк. Отец Александр. Алтайский край. Село Завьялова. Ну, да. А я им тогда дарил новый трехтомник-то. И для слова божьего не тут. Так это, братья и сестры, мне Игнатий подарил новый завет с толкованием. Блажен на Пепелахта. Так я его сжег. Поэтому у нас тепло. Сжег. Ну, как это? Сегодня это называют. Там, где начали сжигать книги, будут сжигать людей. И показывают. Нацистская Германия. Сначала книги сжигали, а потом асименциям и дальше. Где жгут книги, там жгут и людей. У Осипа спрашивают. Ну, как книгу-то жечь? Да там он неправильно рассуждает. И Осипа очень трудно взять. Я прослушал все за и все против. Я нашел священника, там, Максимов, который говорит абсолютно правильно. Вот одного только нашел. А остальные как-то наполовину боятся или что-то. А тот прямо сказал, как есть. Хорошие, они хорошие. Они обязаны были это сделать. Жечь не надо. Надо предупредить людей. А они теперь говорят, как сжигали книги Мерхольда, Александра Шмемена, Александра Меня. То есть они сами самовольно решают. Да неправильно где-то было. Я высказал Александру Меню при встрече. Но у него столько добро, как сын человеческий книга. И Осипа, у него прекрасные вещи. На его трудах воспитывалось целое поколение. Как это, сжечь книги? Тем более диски, которые говорятся. А из-за чего? Что он сказал, что в загробном мире. Я с ним не согласен. Не согласен. Он говорит такие вещи, которые не по Писанию никак. Был гонитель христиан Адриан, который казнил веру, надежду и любовь в Матерь Софию. И вот он оказался в воду. А в это время из-за него как бы ангел, я уже не знаю подробности, это он пишет, ходатайствовал. И он какой-то вдове, она ходатайствовала о чем-то. И он ей добро, и за это добро его, и за это теперь не вера, не надо ничего. Ну ясное дело, что это выдумка. Самое правильное отношение за будущее жизни, если верить, что она есть, это у католиков. Вот этот оригенизм. Есть счастилище, там временно находятся люди, ну миллион лет или сколько, они горят, мучаются, и потом все будут в раю. Все во всем будет Бог, очень заманчиво. Оригена осудили сейчас после смерти 300 лет, это о чем-то говорит, то есть церковь не могла никак разобраться. 300 лет, обычно судят, ну глаза вот как сейчас Осипова. Поэтому, когда будет где-то об Осипове, вы не прислоняйтесь ни к одной стороне. У него есть вещи, просто ни по Евангелию, ни по Евангелию, но никто по Библии не сравнивает во свете Библии, ни один. Вот что самое опасное. Они должны во свете Библии книги написать, вы меня по Библии судите. А не потому, что кто-то сказал, Игнатий Брещанинов и Феофан Затворник, они друг друга не принимали. И теперь говорят, да что они теперь должны, у нас есть сторонники Игнатия Брещанинова, а есть сторонники Феофана Затворника. Но одни будут сжечь книги Брещанинова, а другие Феофана Затворника, и с чем мы придем, это там выступает один священник, и правильно. Есть люди, которые что-то не так понимают, но не вопреки священному писанию. Что не посвящено писанию, это нужно высветить и сказать, это ты должен вычерпнуть. Александр, мне многое хотел у себя изменить. Он мне это говорил, он говорил это и Смирнову. Там еще какой-то священник говорит. Но он не успел. Мы договорились о следующей встрече, но он был убит, говорит. Это тоже у Бога как-то, говорится, все вымерено, мы не знаем как. Так, для меня радостное известие на целом прошлой неделе было. В пятницу вечером в 11 часов вечера было незаметное никому событие. Я закончил полностью корректировку четырех книг, которые подготовил, своих стихов. Это 3096 стихотворений, четырехстрочных по 9 куплетов каждый. В четыре книги. И полностью их провел в компьютерную верстку. Это 3000 страниц, но перелистывать приходится не 3000, а 1500, потому что это две страницы. И чтобы один переворот сделать, я посчитал, нужно было мне сделать нажимов разных, 50 примерно. 50, теперь умножайте на полторы тысячи. Это куда идет? Что, математику не знаете? Это явно за 50 тысяч только на нажатии я проявил время. Это полтора месяца у меня ушло. Я думал закончить на следующий год, когда-то где-то. Но я по 16 часов почти каждый день сидел. Ну и навык был, ну и хороший у меня программист Алексей Загуляев, Витя Петеримов. И где еще подправляли? Ну, работа закончена. Все. Игорь, ты сможешь сегодня поставить это? Постараюсь. Все. Сегодня на же интернете стоят четыре книги. У каждого стихотворения вверху эпиграфы священного писания. Три тысячи девяносто шесть мест из писания будет взято. Сообразите, что. То есть я могу сказать, никогда, нигде не было таких стихов. Называется книга «Пропадь в стихах». Их стихами-то с натяжкой можно назвать. Я не поэт. Но мысль я закладывал туда очень и очень большую. Вот сейчас вышел один, ну и считает стихи Пушкина. Считает мастерски. Евгений Онегин. Ну, ни Евгения не было, ни Онегина не было. Это выдуманный герой. И тем более это при Пушкине было, считай, 300 лет назад. Оно никому не надо. Он старался заучить. Но нигде ничего не трогает. Я понимаю реакцию. На моей книге, на стихотворение, там взрыв буквально идет. Это означает, они трогают. Они трогают. Читает стихотворение. И такие споры в интернете почти по каждому стихотворению. А вот у вас такое, это как в описании, когда будете считать, у вас станет все на место. По моим стихам, на место становится все, когда человек знает Библию. И когда он ревнует о деле Божьем. Самое правильное по внешней стороне было бы, я бы сегодня сказал, до свидания, ушел из православия. Но я этого не делаю. Людям это непонятно. Вы же видите, что все сгнило, все пропало. Слово они не держат. К Библии не обращаются. Поклоняются трупам. Расчленение трупов ведут. Поклонение мощам. Иконы разные. Они совершенно не верующие. Нетого слова у них где-то из Библии, а вы там держитесь. А там не сектанты, а хорошо ко мне расположены, мне все время скидывают такие материалы. Ну, сейчас как-то немножко уже затихает. Маленький вопрос. На службе, когда мы стоим. Сережа, внимательно слушай. Святые многое говорили о внешней форме. Чтобы не спать, не дремать, неплохо. Дома, говорит, никаких мыслей. На молитву стану, говорит, я дома что-то делаю. Хожу где-то. Ну, как, юродивый там кто-то был, Василий, при Иване Грозном-то. В храме много людей, полтора человека было. Там один молился, говорит, один. И ты, царь, до половины службы. А потом ты на Воробьевую гору кирпич, да, и звездку завозил там в храм строиться. Вон мысли ему были открыты. Что много людей, это не означает, что много молили. Знаете, такой фильм сейчас православный поставили. Священник задремал, и ему ангел явился, и говорит, в служба идет. А никого нет. А почему, говорит, мало людей? Тата пошли. Ну, один там стоит парень, он руку к нему в ангел положил, из двух идет он. А эта молодая-то стоит. Вообще вся она фигуристая такая. Что она мне отказывает-то никак? Подошел, регент, регентурист. А что у регента? А регент стоит, вот этот, который до меня регент, совсем бесталантный только. А смотри, пробрался, его выше поставили. Почти благочинным. Он к каждому подходит, молодуха, он на нее положил руку, там, а священник слышит теперь. И вдруг далекий голосок. Он пошли, девочка молится, папа запился. Господи боженька, да ты найди его. Папа-то хороший у нас. Вот он из получки иногда деньги приносит. Ну, кто молится-то? Поэтому на молитве стояли как? Ноги вместе, у нас в уставе написано. И не подгибать вот так вот коленку, перегибать постоянно. То одно, то другое перегибаешь. Нельзя этого делать. Я иногда говорю, посмотрите, у знамени в войсковой части стоят как? Не один. Так что у нас воинская часть? Он называется бог Саваоф. Бог Саваоф означает бог воинства небесного. Это высший маршал, высший министр обороны всех стран. Ну почему ты как Григорий Богослов, говорит, как журавли, говорит, на болоте ноги поджимаешь. Вот встал, две ноги ровно. Колени не перегибайте. Это женщины все фотографируются, обязательно коленкой, тогда у нее зад фигуристый отставляется, она просто лопатка. И все так фотографируются. Ну тебя-то здесь перед кем показывать? Еще не надо этого. И детей к этому приучите. Я выставил материал о Третьей мировой войне. Очень много разговоров об этом. Я просто вожу вас в мировую историю. Сегодня на пути разложения России, разбития, стоит Иран. И вот некоторые данные об Иране. В Иране, кажется, второе или третье назвали место. Половина населения страны моложе 30 лет. За последние 30 лет население увеличилось в два раза. Это как у России каждый год, в 2013 году, по 3,5 миллиона было. Это за 30 лет в России новых 100 миллионов было бы. Почему Дмитрий Иванович Менделеев подсчитал, согласно графику вычерчиво, что у русских было не 500, а 650 миллионов в 2000 году. Где они? Мы говорили об этом. 120 миллионов только за перестройку абортов было. 120. Это огромная страна погибла. А там ни одного во всей стране нет. Иран очень высокотехнологичная страна. И так просто взять его они не смогут. Более миллиона, кажется, или около миллиона армия. А дальше Китай вступает от него много. Китай может ввязаться. Дальше это под брюши, говорит, Россия, это Кавказ. Выступает Кадыров Рамзан и говорит, как только Кавказ тут у нас завернется, Россия сразу расколется. Это прямо открыто все говорят. А это президент Чеченской республики. У меня маленькие наработки есть. У кого жены непослушные, и которым охота куда-то переезжать, и обязательно переезжать, они без этого не могут. Вы им скажите, давайте попробуем промежуточный переезд куда. Жена непослушная. Едем в Чечню, в Южные районы. Поверьте, ваша жена будет по одной ниточке ходить, по одной плашке в течение одной недели. То только ты приедешь, скажи, я русский, я приехал для того, чтобы вы научили мою жену быть послушной, как у вас жены послушные. Все. И когда ты оттуда поедешь, она будет оттуда рваться, тебя на себе понесет. А что означает на себе? Один город оккупировали враги, но оборонялся он ужасно. И тогда попросили выйти из города. И вождь, который осаждал, сказал, каждая может вынести только то, что на себе вынесет, чтобы ни одной лошади не было. А ворота все еще не открываются. Наконец ворота открылись, выходит первая женщина. Вторая, третья. Все несут на себе мужей раненых, избитых. Все вынесли своих мужей. Увидев такое отношение, завоеватель отступил от города. То есть мы должны любовью побеждать, показать, что мы готовы жертвовать собою. И самое ценное, это те люди, которые рядом с нами находятся. Родные и близкие. Никого дороже нам не будет. Они по рождению наше. Они по вере наше. Я говорю это для чего? Чтобы об Иране начали молиться. Об Израиле мы молимся все время. И об Иране начали молиться. Иран, не Ирак. Об Иране. Там есть христиане. И очень хорошие общины. Молиться, чтобы Бог положил им на сердце искать мира Божьего и любви во Христе. Я так как понимаю. Так, мне представили счет, сколько платить за книги. Я кое-чего-то, может быть, отказался маленько. Маленечко понизился счет. И получилось так. За каждую книгу они расписали все, что стоит. Работа, бумага. 340 тысяч. Одна. А их четыре. А раз четыре, это получается, что у нас? Тысяча, триста шестьдесят. Биллион триста шестьдесят тысяч. Совершенно неподъемно. Это в три раза почти дороже нашей книги. Даже вот такую книгу, которая у нас за 300 рублей, только типографии берет за нее уже триста шестьдесят. Ну, ясное дело, что я не могу и знать. А когда она идет от меня, она должна быть где-то в три, кажется, раза дороже. Во-первых, продающие, покупающие. Я работаю бесплатно. Это верстка, все это платят. У нас ничего этого нет. Никто не получает. Ни я работаю на компьютере, ни одной копейки. Просьба усилить молитву. Первый вопрос. Благодарить Бога, что я закончил. Я не думал, что закончу. Программа не срабатывала, даже выстроить в оглавление. Я работал, работал, вообще не вылазил. Часов по пять даже не шевелюсь, сижу. И все это позади. В пятницу я закончил. Сегодня Игорь выставит в интернете. Я отошел. Теперь только с фотографиями. Называется фото-выводы. Алексей Загуляев у меня там делает. Он должен меня научить. И мы разбиваемся с двух концов. Он делает последний или первый, я последний. Так как мы их сведем. Это более тысячи фотографий обработать нужно. Если меня не будет живого, мы оставляем вам материал. Может быть у вас будут богатенькие люди. И вы тогда издадите. Я молюсь Господу Богу. И говорю, Господи, ты дивно позволил нам вот это все издать. Худо-бедное, как считаем приблизительно 14 миллионов позади. Рублей. Это как и откуда, я даже не могу назвать. Не могу адреса назвать. Так, Игорь, ты не сказал это. В июле, кажется, вчера утром умер отец. И она, видимо, по всей вероятности едет. Вот она. Не едешь, да? Едешь. Едешь. Ну вот так. Я думал, что, конечно, лучше одной поехать. А то он не был как с ребенком. Я не был на похоронах ни у тещи, ни у тесте. Я тоже к отцу не успел. Он не верующий был. Она правильно сказала. Даже помолиться-то никак не... Совершенно не признавал ничего. Ну, что сделаешь. Он избрал свой путь. Поэтому знайте, о чем молиться. Надо путешествовать еще. Отец. Отец. Ооо. Знаете, я говорил о том, что не держать слово. Маленький рассказ расскажу вам. Рассказ, который касается меня. Я обратился 27 сентября 1962 года в 17.00 в Латвии. Город Венспу с улицы Карла Розенберга, 18.4. У Еремеева Михаила Александровича и Анны Матвеевна. Анна верующая. Они там из 50-тиков, но соединены с баптистами. Тогда такой момент был. Советская власть их соединила. А он шофер. Мы совершенно неверующие. Ужасный матерщинник. И пьяница придет в одной грязной пупайке. Какой-то в Квете ночевал-то. Ну, Аня, у меня ничего нет. Вот только уж ладно. Уж только один хлеб. А я сижу, говорит, и думаю, так и хлеба-то нет. Я на свое покупаю. Я через него пришел к Богу. Вот он однажды едет. Я не знаю, как это возможно, шофера. Вы знаете, раньше вот такие большие урны стояли. Вот такие. А она книжу вот так. И чтобы она не падала, у ней внизу, в четырех, ну, как квадратом, наваривался металл. Толстый металл. И это она выкатилась на дорогу, или ее бросили. И она вот этим задним концом, который наварен на нее, да, что она узким концом, как бы стоит, пирамидально там. А дорога из плит. И она вот ущелья между плитами. Теперь ее не извинут, еще вперед. Ее только прокидывать надо. И сверху афиши накрыло. Он-то ее не видит. А то афиша, бумага и все. И он как ударился на нее, машина, бампер, намертво остановилась. А они в это время дома молятся, а она рассказывает. Когда она остановилась, ну, шофер, если ты нормально ехал, мгновенная остановка, ну, что было вот здесь. Знаете, президент, глава администрации разбился. Ну, ударился, и все, города разбился. Ну, Баварин тогда. Он как руку держал, так и рулят. Он ударился в это, рука сразу у него на несколько частей, грудная клетка лопнула и развернула грудную клетку-то. Но он в горячах успел открыть машину рукой-то и выскочил. Выскочил, и он, говорит, потом мне рассказывает. Ну, в одной книге тут я с ним стою рядом, мама моя. И он сказал, Господи, если все же оставишь меня живым, я буду верить в Тебя. И упал, потерял сознание. А они в это время молятся дома. И вдруг одному и день, они сестры одни были, показывают, большое дерево растет. Это он сам по себе пьяница, но добрый-добрый был, говорит. Любому поможет везде. Ну, такие люди бывают очень хорошие даже иногда. И в это время голос. Я повалю это дерево. И на молитве видение. На молитве стоят на коленях. И она спрашивает, за что, Господи? За то, что он дает слово и не держит. Я сегодня с одним из наших говорю. Мы с тобой договорились, что это воскресенье, машина будет, ты отвезешь вот того-то, того-то. Почему не было? Ну, ты мог позвонить? Я прошу вас обратить на это внимание. Это главное препятствие соединения с московской патриархией. Им его никогда не перешагнуть. Потому что все строится на лжи. Если ты дал слово, не связывай себя, в первую очередь. Не давать, говорит. Лучше не давать слово, дежать, давше не исполнять. Но если ты дал, то невозможно. Позвони, упади в ноги, проси, простите, скажи. Ну, давай, дезавуируем эту подпись. Ну, давай, ну, прости. И вот они, им сообщили, что Михаил Александрович в больнице. И они теперь в коридоре там собрались, все молятся. И хирург выходит. И они его спрашивают. Я не могу ошибиться, как назвать. Здоровый, крепкий такой мужчина. И они спрашивают, ну, жить-то будет? Есть какая-то надежда? Ну, можно ли надеяться? Он так посмотрел на нас и говорит, верующему все возможно. То есть местом писания. Он выздоровел. А он сам блокадник в Ленинграде был. Блокадник на зенитных установках. И у него ранения такие, это все, это рука-то, которая раненит. У него ранения большие. Поэтому далеко, может, так все разлетелось. И теперь они его стали приглашать, он к ним на дом, и я с ним встретился. И они его называют, ну, там, Иван Никифорович. Ну, вы говорите, не верующий, да. А как вы могли сказать, вместо писания, что верующим все возможно? Я не говорил этого. Как не говорил? Да надо 15 человек стояло, и все слышали. Мы пошли, да, слава Богу, верующий наконец-то попался. Хирург. Нет, я не верю. Стал ли он верующим, я не знаю. И поэтому Бог берет язык, ослицы, и говорит слова, которые Бог ему скажет. Мы должны себя настроить на то, что, Господи, я дал Тебе слово, отрекаясь от дел сатаны. Главное наше обещание, это не монашесть, это придумали люди. Это в крещении обещание доброй совести. А совесть первичнее Евангелие. Когда люди жили по совести, писанного закона не было в Златоузгале. А когда уже совесть начала колебаться, и не знают, что делать. Тогда Бог дал писаный закон. Ну, смотрите, как буква говорит. Понятно? Вот я конкретно вам на примерах, ну, он показал это, как оно вам примется-то. Ну, вот и все у меня. Вопросы есть какие-то? По полиции за Алексея Загуляева, чтобы меня не бросил. У нас попытка была, когда вначале он начал учить меня, первый, то у нас не заладилось. Мы друг друга начали учить. Я не принимаю этого никак, мы, ну, и разошлись. А потом он стал учить, чтобы он меня научил. Ему одному это не поправится, материал громаднейший. Чтобы он научил меня. И второе. Так, Николай Крущина. И могу я надеяться на это лето, на тебя? Да. Все. Значит, едет Николай, если мы поедем за сектор России в Москву. И Виктор Савченко. И нам нужен на контроле еще один шофер будет. Третьякова. На контроль, как называют это, ну, дубль у космонавтов. Готов? Верующему все возможно. Ну, короче, так, с женой поговорить проще. То есть нам не надо, у нас полная команда. Но чтобы в случае чего вызвали, ты уже у нас был на закладке. Когда у нас не заладилось, мы шофер, который нас потерял сознание там или заснул. А его вызвали, он уже палочкой-выручалочкой был у нас. Догнал нас, сел за руль и поехал дальше. Так, вопросы? Не вопросы, можно просьбу? Просьба у меня остается прежней, братья и сестры. Несмотря на то, что время прошло много, казалось бы. Но ситуация у меня на работе остается тяжелой. Я пойду вот на следующей неделе к главному специалисту, к краю, буду обсуждать этот вопрос. Его зовут Владимир, ну, с ним там Татьяна Александровна. Помогите, чтобы Господь устроил по его святой воле. Если я в чем не прав, чтобы Господь меня разумил. Ну, а если я прав, чтобы истина восторжествовала. Ну, помоги, Господи. Игнатих, если не сказал, Юля едет, чтобы помолились о ней. Вот в чем дело. Да, в путешествии. Юля едет до похороны отца. Там, понимаете, там обстановка такая сложная, что та половина, они как бы неверующие или маловерующие. И предлагают отпевать его. Понимаете, в чем дело. Мы знаем этих священников, которым они... Нет, ну, дело в том, что там давление, и вообще, тут Юля в сомне. Я говорю, у тебя какая разница, пусть что хотят делать. Но с другой стороны, там она может как-то косвенно участником быть. Поэтому, какие у них там будут диспуты, я не знаю. Я вообще спокоен. Но я не еду, поэтому я за нее беспокоен. Помолитесь о ней. Да, она, что она? Что она? Что она? По слову Божьему. Как они заходят туда? Будут сюда, что она сажает православный. Мама там. Отпевать-то, как певать. Занятие? Да, и значит, чтобы тогда заснял. А вы уходите, на этом закончилось. Подготовь какую-то пестопедию, может, разъяснить. Достойно. Достойно, не сняка на истину, Блажит дитя Богородицу, Прислав блаженную и пренепорощую, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искрения Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, Что позволил нам провести это собрание. Благослови сестру нашей Юлию в путь. И расположи там сердца людей, Выслушать благовестие ее, если это будет возможно. Помоги мне, Господи, в издании книг, если это нужно. Все от Тебя зависит. Мы верим, Ты все можешь. Доведи нас всех до желаемой пристани до Царствия Твоего. И укрепи этого Ганимова Алексея, положи ему на сердце и монахам, Чтобы они поступали правильно, И чтобы никакая ересь не вторглась в среду нас. Защити нас, помилая от раскола, от самочиня, И устрои жизнь нашу по слову Твоему. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Галина хотела сказать. Галина. Ну ладно, я коротко так скажу. Братья и сестры, получилось так, что я пришла... Я как бы не собиралась проработать какую-то там деятельность. Но как бы Господь вот так сделал. Я вышла просто в одноклассники. Вот, я прошу Ваших молитв. Потому что сейчас на меня выходят люди. Очень заинтересовались, ну то, кто, значит, Почему мы в платках, почему мы там в юбках, То есть как бы внешним видом. Вот, и заинтересовались книгами. Вот Игнатий Тихонович, в частности, там... То есть выходят люди из другого городка. Поэтому прошу Ваших молитв. Прошу Ваших молитв. Прошу Ваших молитв. Рад и сестры, мы в прошлый раз там все мало собрали денег на питание детям. Хочет. Это совсем мало. Даже там 30 тысяч. Надо будет еще на подарки.